Самая большая потеря для человека это несчастное детство. Так считала российский писатель и общественный деятель Даниил Гранин. Это программа Точка зрения. Здравствуйте. О том, как можем мы, взрослые, создать условия для того, чтобы ребенок спокойно взрослел, сделать детство наших ребят не только счастливым, но и безопасным, об этом сегодня будем говорить с моей гостью. С большим удовольствием вам ее представляю. Это руководитель проекта «Зеленая комната» благотворительного фонда «Дорога к дому» Ольга Пименкова. Ольга, здравствуйте. Ольга, скажите, вы насколько согласна с цитатой, которую я только что произнесла Даниила Гранина, который считал, что самая большая потеря это несчастное детство? Безусловно, согласна, поскольку детство для каждого из нас это отдельная глава из нашей жизни. И большинство из нас вспоминают из детства самые приятные события и приятные воспоминания. Но некоторые порой вспоминают какие-то несчастливые дни из своего детства или несчастливые события. И, к сожалению, так и устроена жизнь, что семьи, которые, например, могут обеспечить ребенку полностью счастливое детство, они и выращивают своих детей счастливыми в безопасности, в безопасных условиях. Но есть ситуации, когда любой ребенок может испытывать какую-то травму в детстве, пережить какое-то травмирующее событие, такое, как, например, насилие, пренебрежение нуждами, деструктивные какие-то события в семье, потери близких и многие-многие другие. Ну вот давайте все-таки разбираться, что такое счастливое и безопасное детство? Счастливое детство, спокойное взросление – это когда у ребенка все хорошо. У него есть дом или место, где он живет, где соблюдаются все его потребности, как биологические, например, потребности в жилье, в еде, в одежде, так и психологические. Это потребность в принятии, в заботе, в уважении его прав и потребностей. И каждый ребенок, безусловно, нуждается именно в принятии его потребностей и его возможностей. А вот как протекает сейчас, опять же, с точки зрения психолога и вас, вот как эксперта, как протекает жизнь наших современных детей? Насколько она счастлива, безопасна? Ну, наш современный мир не настолько безопасен, каким он был много лет назад, когда наше детство протекало и мы сами были детьми. И современные дети, они далеко не такие, как были 10, 20, 30 лет назад. И это очень важно понимать самим родителям. В современной жизни с каждым годом все увеличивается больше и больше разных рисков и соблазнов в нашей жизни и в развитии детей. Это и много компьютеризации, много цифровизации и требований к новому образованию детей, различные средства массовой информации, которые кипят теми или иными событиями, которые влияют на современную жизнь. И, конечно же, все это видят наши с вами дети. И им хочется и попасть в какие-то события жизни, стать, ну не знаю, звездой этих событий. Им хочется попробовать какие-то новые движения, новые увлечения и так далее. И они не понимают тех последствий, которые на самом деле понимают взрослый человек, когда это что-либо опасно. Ну, на самом деле, действительно, это так и есть. Дети сейчас... Если раньше мы проводили большую часть своего детства во дворе, и, в общем-то, родители не особо беспокоились, где мы и чем мы занимаемся, то сейчас в основном дети сидят дома, сидят в гаджетах. Ну, это тоже, конечно, такая особая тема для разговора. Ну вот, а в силу каких причин дети попадают в неприятные ситуации? И вот дети какую категорию, если можно так сказать, вот чаще всего страдают от преступлений взрослых? Ну, как раз, когда дети не понимают силу возраста, последствия той или иной ситуации, в которую они попали, когда они не знают, куда они могут обратиться за помощью, если они чувствуют какую-то опасность, какие-то неприятные чувства, или попали, например, в неприятную компанию, или в ситуацию, когда ему на самом деле ребенку нехорошо. И, конечно, под вниманием психологов находятся дети из социально неблагополучных семей, из семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Но, несмотря на это, и большую часть составляют обычные семьи, там, где, например, родители очень сильно устают и могут раздражаться на ребенка и срываются на нем, там, где, например, родители очень сильно заняты на работе, те семьи, где происходят частые конфликты, разводы, уходы детей из дома, деструктивное поведение и так далее. Ну, вот, понимаете, наша жизнь, она ведь, ну, она такая, какая она есть. И мы действительно, мы взрослые чаще всего, уставая на работе, мы куда несем свою усталость, мы несем ее домой. Вот как не сорваться-то? Как вот сохранить в себе вот это спокойствие, эту доброжелательность? Есть ли какая-то волшебная кнопка, которую можно нажать и выключить свое негативное состояние, оставить его там где-то за порогом своей квартиры? Ну, волшебной кнопки, наверное, нет. Самое главное, это, наверное, думать постоянно о своих чувствах, о своем эмоциональном состоянии, о способах, как необходимо, ну, выжить в той или иной трудной ситуации, самому родителю в том числе, и как не сорваться на ребенка, и как не разрядиться на детях. И даже если такое произошло, когда мама или папа не выдержали и позволили себе, например, накричать на ребенка, где-то проявить физические моменты агрессии, то самое главное взрослому тоже уметь принять свои чувства и уметь просить прощения, что далеко не каждому легко дается. И, наверное, каждый ребенок будет счастлив, когда мама или папа объяснят свое состояние, свое поведение, обнимут ребенка и скажут простые слова, я тебя люблю, я рядом, ты в безопасности. И в любой ситуации ребенок должен знать, что есть решение, с которым можно обратиться к самым близким. Это близкие родители, бабушка или дедушка, это может быть педагог в школе или воспитатель в детском саду, такой взрослый, которому не страшно поделиться самым страшным, что может произойти в твоей жизни. Ну, на самом деле, наверное, это очень важно. И ведь не зря говорят психологи, что мы воспитываем детей как? Мы воспитываем своим примером. Если я даю себе право, ну, вдруг так случилось, я выплеснула свои эмоции и попал под горячую мне руку, в общем-то, ребенок, которого не должны волновать мои взрослые проблемы, но я умею попросить прощения, то и ребенок учится это делать. Правильно? Да, это верно. Поскольку если ребенок умеет определять эмоциональное состояние собственное, то ему будет очень легко и понять состояние родителей. Что значит, когда ты злишься, что значит, когда ты устал, что значит, когда тебе нужна помощь. А что вот для вас безопасное детство, и какие условия надо соблюдать, чтобы дети росли в безопасном, вот в этом нашем совсем непростом современном мире? Безопасное детство – это уверенность. Уверенность в завтрашнем дне, что завтра будет где жить, что кушать, что завтра мама и папа будут рядом или будут близкие, которые могут поддержать ребенка, даже если сегодня что-то произошло или что-то случилось. Это когда взрослые не могут позволить себе сделать больно своему ребенку. когда окружают ребенка какой-то значимый взрослый, которому ребенок может довериться, как я говорила, не только позитивными какими-то событиями, например, хорошими отметками, поделками в школе, но и неприятной ситуацией, когда его обидели, когда ему больно, когда ему страшно. Поэтому у каждого ребенка должно быть место, где он будет чувствовать себя в безопасности, будь то его собственный дом, комната или уголок, где он может спрятаться и побыть в одиночестве, поразмышлять над жизненными событиями, чтобы был взрослый, который может объяснить ребенку незакономерности в окружающем мире и те события, которые происходят вокруг. Чтобы взрослый, который мог окружить тепло, создать безопасную атмосферу в той ситуации, которая необходима ребенку. Вы говорите о том, что у ребенка должна быть безопасная среда, чтобы он чувствовал, что у него есть своя комната или какой-то свой уголок в квартире, что у него будет всегда есть еда. Мне кажется, дети-то в этом возрасте мало задумываются об этом. Они немножко, мне кажется, этот мир-то воспринимают другим. Они же не смотрят нашими взрослыми глазами, когда мы озадачиваемся о том, что приготовить на ужин, в чем ты пойдешь в школу, не знаю, ну какие-то такие вот бытовые вопросы решаем. Дети, мне кажется, они к этому как-то очень спокойно относятся. Да, безусловно. Для детей мир, кажется, взрослый очень разнообразным. Порой неподвластным самому ребенку. Ему кажется, что все очень легко в жизни дается. И родители очень легко, например, могут выполнить все его потребности. Поэтому необходимо привлекать детей к выполнению домашних обязанностей, к распределению ответственности в семье. Спрашивать интересы ребенка, например, что он будет на завтрак. Или как ему комфортнее, когда мама или папа его будят по утрам. В какое время ему удобнее делать уроки. Когда он имеет право пойти на прогулку. И какие условия сам ребенок должен, например, выполнить для этого. Я бы хотела еще спросить. Мне очень интересна работа проекта «Зеленая комната». Расскажите нашим зрителям поподробнее, что это за проект. Чем вы занимаетесь? На какую категорию взрослых и детей он направлен? Проект «Зеленая комната» благотворительного фонда «Дорога к дому» работает в Череповце с 2018 года. И направлен на сопровождение детей, которые пережили стрессовый или травматический опыт. Это может быть как насилие в семье, физическое наказание, так и различные ситуации, когда ребенок стал свидетелем какого-либо преступления. Например, потеря близких, какие-либо другие несчастные случаи. Мы оказываем в первую очередь содействие сотрудникам правоохранительных органов, это следователи, полицейские работники, когда ребенка необходимо допросить о той волнующей ситуации, которая произошла в его жизни. А это зачастую непросто. Непросто установить контакт с ребенком, и здесь помогают именно психологи. То есть как установить контакт с ребенком, как подготовить его к встрече с сотрудниками правоохранительных органов, как ему подготовиться к выступлению в судебном заседании, много-много других вопросов. Кроме следственных действий, мы предлагаем ребенку реабилитационное мероприятие. То есть это непосредственно встреча с ребенком, с психологом, с применением различных техник и упражнений, которые так нравятся нашим детям. Специально для данного проекта было создано и оборудовано дополнительное помещение для проведения такой следственной реабилитационной работы с детьми «Зеленая комната». А какие рекомендации вы могли бы дать родителям именно по профилактике преступлений в отношении детей? Что должны сказать родители своему ребенку, чтобы как-то его обезопасить, как-то подготовить к тому, что может случиться? Наверное, самое главное, что с детьми нужно разговаривать. И разговаривать не один раз, например, провести беседу в определенном возрасте и на этом остановиться. Нет. С ребенком нужно разговаривать о профилактике преступлений ежегодно, по мере его взросления, учитывая возрастные особенности. И необходимо делать это постоянно в системе, наглядно, то есть используя различные сказки с маленькими детьми, мультфильмы и познавательные фильмы уже с подростками, чтение определенных книг или покупка определенной литературы для детей. И говорить о том, что необходимо соблюдать правила безопасности, сохранение собственного здоровья, здоровья родителей, а не только дома, но и в интернете, что требуют современные меры, и самое главное на улице. То есть необходимо обсуждать те ситуации, которые происходят ежегодно и ежедневно с нашими детьми, которые показывают по телевизору, которые происходят в фильмах, те ситуации, которые ребенок и родители наблюдают на улице. И спрашивать ребенка, что он будет делать в той или иной ситуации, и следить за реакцией словами ребенка. Многие вопросы детей вызывают ступор, и поэтому такие ситуации очень важно обсуждать. Если все-таки так случилось, и ребенок пережил какое-то травматическое событие, как можем мы, взрослые родители, облегчить вот эту ситуацию, помочь ему пережить то, что с ним случилось? Если так получилось, что в семье или в жизни ребенка возникла какая-то неприятная ситуация, а для любой семьи любой стресс может вызвать массу негативных каких-то чувств и событий в семье, это всегда потеря самообладания, почва уходит из-под ног, так многие говорят, когда родители могут не видеть состояние ребенка, его потребности. Когда ребенок закрывается и не хочет ничего, не разговаривать ни с кем, и не кушать, не гулять, не ходить в школу. И поэтому в такой ситуации необходимо обращать внимание на такие вот тревожные звоночки и постараться найти возможность, чтобы поговорить с ребенком и выяснить, что произошло. А для этого первое-то нужно, наверное, выдохнуть, то есть увидеть, что что-то происходит с моим ребенком, или вы знаете какие-то факты, которые произошли в жизни, например, да, вы стали свидетелем, вам передали какую-то информацию, что часто и происходит, когда ребенок не сам делится, а когда родители узнают от посторонних лиц. Это могут быть братья, сестры, родственники, учителя, соседи и так далее. И самое главное настроиться на то, что для разговора с ребенком на неприятную какую-то ситуацию потребуется много времени, порой даже ни один вечер, ни один день. И иногда необходимо даже будет пойти и в следственные органы, или в полицию написать заявление, если были нарушены права ребенка или возникло преступление в отношении несовершеннолетнего. И самое главное в такой ситуации верить ребенку, то есть доверять ему и постараться запоминать все слова, которые ребенок рассказывает и говорит. Если родителю самому сложно поговорить с ребенком о том, что произошло, с этой целью помогают специалисты. Это могут быть психологи, педагоги, то есть опять же те уже значимые специалисты, которым доверяет сам родитель. Вот очень много сейчас говорят про личные границы. Вот, Ольга, давайте разбираться с этим вопросом. Вот что такое личные границы? В каком возрасте надо ребенку объяснить, что у него есть личные границы? И как сделать так, чтобы он не стал этим пользоваться? И, ну, в общем-то, закрываясь опять же от родителей, все, типа, ты нарушаешь мою личную границу. Вот как правильно это сделать? Ребенок, например, может мыться самостоятельно уже лет с шести, с семи полностью. И в это время, например, родители могут говорить ребенку о том, что твое тело – это твое дело. Никто, кроме, например, самого тебя, не может тебя мыть, фотографировать тебя без одежды или просить присылать твои фотографии через интернет. Никто не может, например, без разрешения мамы или папы тебя, кого-то водители, приглашать к себе в гости. Личные границы – это еще тогда, когда ребенок, например, находится в своей комнате или занимается своими личными делами, такие как читание книг, рисование каких-то поделок и так далее. Когда ребенок имеет право закрывать в комнату дверь, когда ребенка мы приучаем самого стучаться в комнату взрослым и сами стучимся в комнату ребенку – это тоже личные границы. Когда ребенок имеет право сказать «нет», как не только посторонним взрослым, но и своим родителям. И этому очень важно уделять особое внимание ровно так же, как учить ребенка читать, писать, оставаться одного дома или самостоятельно ходить в магазин, переходить дорогу, ездить на транспорте и так далее. То есть это все профилактика безопасного поведения ребенка. Ребенок должен знать, как действовать в той или иной ситуации ему самому и одному, и как защитить себя в неприятной ситуации. И, как практика показывает, преступники выбирают именно наиболее уязвимых детей. То есть они очень часто отслеживают внешний вид детей, поведение, делают какие-то попытки проникнуть в их душу, познакомиться с ними, ближе, в контакт с ними. И если ребенок не проявляет ни капельки сопротивления, если, например, посторонний видит, что ребенок никому не рассказывает о том, что происходит в его жизни, что он начал общаться с кем-то, что он попробовал пойти куда-то с посторонним взрослым, ни с кем об этом не поделился, то, как правило, ребенок может стать на самом деле жертвой неприятных событий. Но ведь очень часто так в жизни бывает, когда, вот уже говорили об этом, что мальчики или девочки, которые пережили какую-то травму, не спешат поделиться с родителями. Вот почему иногда даже, знаете, они там не один год молчат об этом, и спустя, там, не знаю, уже во взрослом возрасте они могут рассказать о том неприятном или страшном событии, которое с ними произошло. Как быть в этой ситуации, как стать именно другом, своему ребенку, чтобы вот он доверял и не боялся рассказывать о том, что с ним произошло? Да, на самом деле так и бывает, когда только о взрослом состоянии, многие говорят о том, что они пережили в детстве, или, например, когда события повторяются, у ребенка и взрослых судьи переплетаются, и родители рассказывают, что они сами, например, переживали подобные события в своем детстве. Поэтому каждому ребенку порой непросто поделиться чем-то неприятным, что происходит в его жизни с родителями. Ему будет проще рассказать сестре, подруге, учителю и так далее. Поэтому необходимо, опять же, сохранять самообладание родителям и в любой ситуации, чтобы ребенок знал, что с родителями можно поделиться позитивными какими-то событиями, опять же, это поделка, хорошая отметка, новые друзья, новые увлечения, новые какие-то события. И чтобы родитель не игнорировал желание ребенка поделиться с ним, вступить в контакт, пообщаться, в диалог вступить, а именно дал положительную обратную связь, что здорово, как у тебя хорошо получилось, спасибо, что ты со мной делишься, я рад, что ты взрослеешь, какой ты становишься у меня классный или классная. И это очень важно для ребенка, когда родители принимают ребенка таким, какой он есть, и радуются его успехам. То есть хвалить. То есть хвалить. И когда родители начнут уметь замечать позитивные изменения в жизни ребенка, когда они начнут ребенка слышать, уделять ему минутки внимания, то ребенок будет знать, что любые потребности, любые вопросы могут быть услышаны родителями. И если произошло что-то неприятное, и ребенок, например, плачет или пришел домой в расстроенном состоянии, родитель может увидеть его состояние, сдать вопросы, и ребенок сможет ему довериться. Но это порой сделать очень непросто, и нужно этому тоже учиться. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я напоминаю нашим зрителям, что сегодня в роли эксперта в программе «Точка зрения» была руководитель проекта «Зеленая комната» благотворительного фонда «Дорога к дому» Ольга Пименкова. Ольга, благодарю вас за очень интересную, очень полезную информацию. Я думаю, что нашим родителям было интересно и полезно ее послушать. Ну и прощаюсь с вами. До свидания. Прощаюсь и с вами, уважаемые зрители. До встречи в программе «Точка зрения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова